С чем еще связаны участившиеся антиазербайджанские заявления со стороны стран Запада обсудим с Виталием Марковым, российским политологом, основателем экспертно-аналитического центра ПолитРусс. Он подключается к нашей студии. Здравствуйте. Да, добрый день. Так, страны Запада не могут, по всей видимости, смириться с тем, что Азербайджан самостоятельно решил вопрос, который не могли или, скорее, не хотели решать на протяжении 30 лет. Антиазербайджанские заявления делают лица осведомленные о реалиях в Азербайджане и постконфликтной ситуации. Вот для чего Западу прибегать к таким лицемерным действиям, на ваш взгляд? Вы совершенно верно упомянули ситуацию со строкой Рабахской войны, когда Азербайджан решил многолетнюю проблему, разрубил городе Фузил. Потому что та ситуация позволяла Западу удерживать в таком напряжении и Азербайджан, и Армению, и в целом регион. Но Азербайджан решил этот вопрос, и сейчас, конечно же, не устраивает его, прежде всего, независимая позиция внешняя, в том числе отказа от присоединения к контрразийским санкциям, давление на него усиливается со стороны США и его союзников. Но я замечу, что это, прежде всего, происходит в период правления именно демократов. Когда были республиканцы, и, может быть, они вернутся по итогам выборов ноябрьских, ситуация изменится, она будет более здравая. Конечно, это были более жесткие переговоры, но не будет вот этих вот странных вещей, которые происходят часто в США. Это двуличие, когда тот же Азербайджан обвиняют на основе фейковых каких-то заявлений якобы в геноциде карабахских армян и так далее, используя фейки откровенные для каких-то, не то что обращений, не каких-то заявлений, а то и даже попыток введения санкций в отношении Азербайджана. И сейчас усиливается давление в период подготовки к проведению, я считаю, главного международного экологического форума. Причем эти обвинения не касаются, допустим, не экологии, а каких-то вопросов экологии в Азербайджане, потому что с этим все хорошо, а привязываются к фейковым. Это давление на Азербайджан, чтобы он изменил свою внешнюю политику, потому что Азербайджан очень дорожит своей репутацией на международной арене. Его вес растет, это на многих странах не устраивает, не только Армению, и тут даже не только армянское лобби в США, это именно политика самого Вашингтона против тех стран, против тех государств, которые, по его мнению, не являются марионетками. Азербайджан таким не является. Это самостоятельное, независимое государство, в основе политики которого интересы, прежде всего, народа, а не внешних игроков. Он не подстраивается под интересы США, и этим раздражает, конечно же, Белый дом. При этом сам Ереван вроде бы и не против подписать мир и делает соответствующие заявления. Ведется работа над текстом будущего договора. Как это вяжется с необоснованными претензиями со стороны стран Запада, которые находятся вдали от региона Южного Кавказа? Почему бы не разрешить, не позволить Еревану и Баку самим решить свои разногласия, если они есть? Ну, подписание мирных договоров в любом формате, на том, как наставит Азербайджан или как предлагает сейчас Армения, лишает стороны Запада рычага давления на обе эти страны, на регион. Конечно же, это не устраивает. Поэтому Армения, которая сейчас оказалась слабым звеном, таким троянским конем, ей используют в своих интересах. То, что сейчас мы слышим из Парижа или из Вашингтона, это не в защиту граждан Армении, не в пользу Армении, это просто использование Армении в своих интересах в данном случае против Азербайджана и Турции. Мы видим, как в Армению завозится вооружение наступательное, там все больше якобы военных советников. На фоне вроде бы проработки мирного договора, его пунктов, мы видим откровенное наращивание военного потенциала Армении, словно Армения готовится к реваншу и вновь к нападению на Азербайджан, чтобы вернуть, вернее, скажем, возобновить оккупацию его территории. Это совершенно не вяжется с миролюбивыми заявлениями Вашингтона, которые якобы поддерживают мирные переговоры между Баку и Ереваном. Это как раз двуличие американских политиков. Что касается предложения Армении по мирному договору, и я ранее говорил, что в принципе можно подписать мирный договор в рамочный. Рамочный мирный договор, но если в нем будут прописаны, в этом рамочном договоре прописаны все основополагающие пункты. А главный пункт, наверное, что Армения не считает Азербайджан оккупантом и исключит из своей конституции вопрос, так называемый, марцах и так далее. То есть без референдума в Армении, без изменения в конституции, наверное, сейчас мирный договор подписать невозможно, поскольку он будет противоречить конституции Армении. То есть вначале должны изменить претензии к Азербайджану. Вот вернемся к теме предстоящего мероприятия КОП-29. Почему бы западным странам не делать акцент на вопросах изменения климата? Вот они все время, вот в преддверии, особенно КОП-29, ставят акценты на том, что Армения якобы такая несчастная страна, которая подвергается нападкам со стороны Азербайджана. Вот почему делаются такие акценты в условиях, когда весь мир, в том числе в основном Азербайджан, готовится к этому важному мероприятию, в том числе США, поддержали проведение КОП-29 в Азербайджане? Ну я напомню, что выбор Азербайджана был очень сложным, когда было сильное давление со стороны Запада против Азербайджана. И в том числе Россия применила свое влияние на международное арене, чтобы позволить помочь своему союзнику, своему партнеру заслуженно совершенно получить право проведения 29-й сессии. Что касается Запада, мы видим сейчас на их политике о том, как они относятся на самом деле к вопросам экологии, что она для них на самом деле не является приоритетным, хотя для всего остального мира, конечно, вопросы экологии очень важны. Что касается, почему они используются именно армянская тема, по мнению Запада, видимо, они считают этот вопрос слабым, скажем так, местом во внешнем политике Азербайджана и пытаются на него давить. Но на мой взгляд, они заблуждаются, потому что вопрос с Карабахом и с территориями оккупнего, которые были ранее оккупированы Армении, он закрыт, это все территория Азербайджана. Он восстановил свою государственную целостность и территориальную целостность. Вопрос со статусом Карабаха давно закрыт. Если хотят вернуться в Карабах, ранее покинувшие его армяне, мирные жители, я подчеркиваю, именно мирные жители, которые никаким образом не были задействованы в военных действиях, то только я понимаю, Азербайджан готов их принять, если они будут жить по законам Азербайджана. Никакого геноцида, соответственно, нет. Ну что ж, большое вам спасибо, что подключались к нам, ответили на наши вопросы. Я отмечу на прямой связи со студией. Был Виталий Орьков, российский политолог, основатель экспертно-аналитического центра ПолитРус.